Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Совсем недавно официальные представители SkyWay получили приглашение принять участие в берлинской выставке InnoTrans, которая является крупнейшим событием в мире транспорта, определяющим тенденции развития данной отрасли на десятилетия вперед. Все подробности об этой потрясающей новости предлагаем вам услышать в интервью с заместителем директора по развитию закрытого акционерного общества струнные технологии Виктором Игоревичем Бабуриным. Добрый день, Виктор. Добрый день. То, каким будет транспорт в 21 веке, будет определяться в Берлине с 20 по 23 сентября текущего года, если я не ошибаюсь. Очень приятно видеть название нашего проекта SkyWay рядом с таким раскрученным конкурентом, как Гиперпетля, среди участников выставки InnoTrans. Будьте добры, для начала расскажите, что из себя представляет данное событие, я имею в виду выставка. Ну, немножко истории сначала, да? То есть выставка InnoTrans открыла свои двери примерно 20 лет назад, это в 1996 году. И за это время, за эти 20 лет она от, скажем так, небольшой региональной выставки превратилась в крупнейшее мероприятие в мире, занимающееся вопросами демонстрации технологических новинок, технологической продукции, транспортной, ведущих мировых компаний. И выросло количество там, ну, компаний, которые выставляются, со 190 штук до 2700. То есть рост очень серьезный, и она по праву занимает место в мировой такой выставочной индустрии. Кстати, в 2008 году там демонстрировался и российский САПСАН, который является у нас, ну, скажем таким, более-менее представителем высокоскоростного движения. Не дотягивает, конечно, но что-то есть. Не дотягивает до чего? До скоростного режима, который считается... Ну, потому что это именно транспортное, наверное, средство, а не транспортная система. Он движется по обычным дорогам, которые имеют, естественно, ограничения, насколько я понимаю. А в каких вообще категориях представлены на выставке транспортные решения? Там пять категорий. Основные это железнодорожный транспорт, общественный транспорт и транспортные инновации, как раз то, что нам наиболее интересно. И также это туннели и интерьеры. И пятая категория это транспортная инфраструктура. А в какой именно категории будут представлены инновации Skyway? Тут вот интересный момент. Во-первых, хотел сказать, что здесь администрация инотранс сама проявила инициативу, и нам было очень приятно получить от них предложение выступить на выставке. Как раз вот на этой платформе, которая посвящена инновациям в транспорте, она называется Future Mobility Park. И на ней представляются вот все те компании, которые, скажем так, могут показать концепцию завтрашнего дня. То есть те транспортные технологии, которые могут войти в нашу жизнь и стать ее неотъемлемой частью в нашей повседневной жизни. Транспорт является одной из основных составляющих ее. Примечательно, что на официальном сайте инотранс Skyway занял место буквально по соседству с Hyperloop, о котором все чаще говорят, как об основном конкуренции струнных систем. Как вы считаете, есть ли место на нашей планете обеим этим системам, взаимодополняют ли они друг друга, либо взаимоисключают? Я здесь не вижу вопроса, связанного с взаимоуничтожением, скажем так, или конкуренцией между разными транспортными системами, тем более инновационными. Потому что в данный момент мы видим, что существуют пароходы, паровозы, ближнемагистральная авиация, дальнемагистральная авиация, личная авиация, военная авиация. То есть это говорит о том, что истребители будут конкурировать с кукурузниками. Или самолеты, которые рассчитаны на дальние перевозки, будут конкурировать с теми, которые рассчитаны на перевозки между городами или на тысячи километров, например. Это совершенно разные ниши, поэтому в разных нишах мы точно не конкуренты, потому что гиперпетля не может предоставлять никакие решения для общественного транспорта, для грузового транспорта. Потому что возить уголь с помощью вакуумных труб это вне разумных категорий. А если мы говорим о дальнемагистральных перевозках, то в принципе потенциально там да, мы можем конкурировать. Вообще-то возить людей в вакуумных трубах это тоже представляется достаточно опасным. А в принципе какие есть недостатки у гиперпетли? Мы очень много говорим о преимуществах SkyWay, как-то пытаясь по-джентльменски не затрагивать, не бить по болевым точкам особенно каких-то конкурентов. А сейчас могли бы вы сделать исключение и рассказать? Просто в последнее время как-то накопилась эта информация и это количество должно в какое-то качество неизбежно. На самом деле я, скажем так, не фанат тоже превознесения наших технологий за счет каких-то других. Но меня вот, например, с позиции обывателя и просто человека, который будет потребителем новых транспортных технологий, интересует следующий вопрос. Он очень наболевший сейчас, тем более в текущей непростой политической ситуации, конца и края решения которой не видно. Это терроризм, международный терроризм. То есть мы говорим о том, что государство должно защищать людей от этого, тут вопросов нет. Но рассмотреть эти ситуации ужасные, кошмарные, но на это должны планировать все те компании, которые занимаются инновационным транспортом. И вообще транспортом, потому что транспорт является одной из первых угроз для терроризма. От терроризма, скажем так. Такую ситуацию, как подрыв подвижного состава. То есть мы можем рассмотреть три концепции. Это железнодорожный транспорт, это Skyway и это Harpelow. Например, заряд такой силы, который уничтожает вагон или подвижной состав единичный. В случае, если это поезд, происходит сход состава всего целиком с пути, уничтожается 100% путевой структуры. Если есть насыпь, уничтожается 30-40% насыпи и гибнет порядка 10-20% людей. В подвижном составе, который взрывается, понятно, что там потери серьезные. В остальных это потери от перелома, ушиба, прочие механические повреждения. В случае с Skyway, если мы говорим об уничтожении одного путеподвижного состава, то так как они едут не поездом, а в электронной сцепке на расстоянии друг от друга, то здесь получаются потери среди пассажиров только в одном подвижном составе. Путевая структура не уничтожается, потому что заряд обычно направлен на верх или в стороны для максимального нанесения повреждения. Поэтому модуль просто снесет при мощности с путевой структуры, а рельсы останутся невредимыми. А с помощью гиперпетли взрыв происходит в закрытом помещении, потому что это труба в замкнутом пространстве. Есть такой старый фильм «Армагеддон», если помните, когда они решают... Не такой же старый. Да, 1998 года, что ли. Когда у них есть полемика по поводу того, как взрывать заряд на астероиде. И один из героев говорит, что если ты берешь ладони, на нее кладешь петарду и взрываешь ее на ладони, то максимум, что ты получишь, это ожог. А если ты берешь петарду, закрываешь ее в кулак, то твоя жена до конца жизни будет подавать тебе пиво. Вот то же самое здесь. Поэтому они там бурили шахту. Да, то есть со «Скайуэй» это, считай, ожог на ладони, то есть минимальное повреждение для путевой структуры, которое позволяет в дальнейшем ее эксплуатировать. А если мы говорим о взрыве в кулаке, то есть замкнутом пространстве, это получается повреждение путевой структуры, это повреждение трубы. Если это не разгрометизация, значит это бронированная труба, а это увеличение затрат на миллиарды долларов. Если она не бронированная, это разгрометизация и гибель всех людей, которые находятся в это время, перемещаются. Потому что создается воздушная подушка, и в нее начинают врезаться эти модули по очереди. Дальше обломки модуля летят по трубе, уничтожая путевую структуру изнутри. И дальше начинается самое интересное, ремонт. Это, получается, надо будет заблокировать шлюзы где-то, вырезать куски труб километровые, 10-километровые, или может быть 100-километровые. Ну тут уже какие расходы? Миллиарды. Поэтому и терроризм никто не отменяет. Это наша реальность, с которой, к сожалению, мы живем. Нельзя сказать, что завтра сейчас все прекратится, и мы будем жить в планетарной семье. Поэтому... Да, складывается впечатление, что Hyperloop — это не более чем такая красивая сказка для взрослых, созданная для того, чтобы заработать побольше денег. Ну что же, пожелаем нашей компании успехов в сентябре. Я думаю, к тому времени мы подойдем еще более готовыми, чем сейчас, потому что уже где-то в октябре, если не ошибаюсь, ожидается начало сдачи элементов, ключевых элементов экотехнопарка. В частности, если, опять же, мне память не изменяет, это городской трассы. И тогда встретимся, помиримся силами. И я думаю, всем нашим зрителям будет в конце интервью интересно увидеть небольшой фотоотчет о состоянии дел со строительством экотехнопарка в данный момент. Чтобы оценить самим, с какой скоростью Skyway идет к своему, надеюсь, триумфу. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsvdfsystems.com. Поддерживайте наш проект. И тогда с вашей помощью, если когда-то и будут ставить Skyway после Hyperloop, то исключительно в алфавитном порядке. Строй Skyway, спасай планету! Строй Skyway Продолжение следует...